С января 2017 года вывозом мусора будет заниматься специализированный региональный оператор. Контролирующие функции от муниципальной власти перейдут на уровень субъекта. Год нынешний – переходный период. Современные предприятия, отвечающие строгим санитарным нормам, уже запускаются в Курской области. В Октябрьском районе открыли полигон для захоронения бытовых отходов. Это не просто склад бытовых отходов. Это современный полигон. Здесь весь поступающий мусор в первую очередь сортируют. Отбирают металл, стекло, бумагу и пластик. Все, что подходит для вторичной переработки, прессуется и отправляется на специализированные предприятия. Остальное складируют для хранения. Но продукты разложения экологии не навредят. На полигоне постоянно контролируют и чистоту воздуха, и состав воды. Есть у нас две наблюдающие скважины, выполненные. Сам полигон выполнен двойной пленкой, уложен. И просыпка песком. Новый объект – это и новые рабочие места. Трудоустроиться смогут порядка 50 человек. Среднюю зарплату прогнозируют на уровне 25 тысяч рублей. Это первая сортировочная площадка в нашем регионе, но в ближайших планах строительство подобных предприятий в Курске и Железногорске. Следующий шаг – полноценные мусороперерабатывающие заводы. Если мы сегодня начнем только заниматься сортировкой данного мусора и складированием всех вот этих хвостов, все равно жизнь нас заставит, надо и эти хвосты убирать. Поэтому это первый тот шаг, который сегодня нас подводит к тому, что мы сегодня идем по правильным пути. На полигон, расположившийся недалеко от поселка Примицыно, со временем будут свозить мусор с нескольких юго-западных районов – Большесолдатского, Курчатовского, Медвенского. Пока это единственный полигон в области, у которого есть лицензия. А значит, по новому закону он сможет участвовать в конкурсном отборе регионального оператора. Его определят уже осенью. Его ответственность будет относиться от контейнерных площадок до доставки мусора с последующей переработкой на мусороперерабатывающих заводах или за хранением. Сейчас разрабатывают схему обращения с отходами. В ней будет указано, где появятся предприятия по переработке мусора, полигоны для хранения и временные перегрузочные площадки. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.